Пора сразиться с одним из двух божеств самого ада, Рохавартом. Всем привет, друзья, это Истоки, я Лолошка, поехали! И нет, я ни в коем случае не забыл про этих двух боссов, но придётся сначала заработать демонический камень душ. В серии 30-40 назад у нас такая штука уже была, но утерян артефакт, поэтому придётся убивать мини-босса по имени Како Демон, припоминаете? Ну давай, мочи меня. Чисто ради эксперимента я бы правда снял броню, но мы не тратим время напрасно, поэтому до свидания. Красная фигня, слеза Гаста и ура! Душа демона заперта внутри. Используйте камень, чтобы освободить её, или же создайте куб и призовите нечто, воплощающее истинное зло. Тут говорится про Рохаварта. Но етить-колотить, экскалибур-то надо найти, ты где, супер-меч? А-а-а, я ненавижу такие моменты. А, подождите, я видел Иуду, надо взять. Сейчас крест синий, мне это не надо, потому что он бьёт таким образом дружелюбных существ, а вот обычный вражеских придётся перекрафтить. Первая новость, у меня закончился дух Гайи, следовательно и слитки. А вторая новость, экскалибур был всё это время в инвентаре. Пришёл драться с самим собой и ба, мне понадобится 48 душ, 5 слитков, крутые новости. О, супер, две Иуды, один против своих, другой против врагов. Вернёмся к Рохаварту, тут даётся подсказка, создайте демонический куб душ, и я могу это сделать. Источник огромной энергии, ждущий освобождения, идеальный для воплощения великого зла. Эй, создатели мода, для таких сногсшибательных слов слишком простой крафт. Но в любом случае, спасибо большое, никакой ачивки. Посмотрел, поизучал, оказывается, на Ликониты нет ни одного достижения. При всём при этом, на версию 1.7.10, я помню, были. Очень странное решение у авторов, сначала запилить, а потом выпилить. Не будем тянуть время, конструкция построена, да, она простая, эмоционально подготовились. Иуды, есть, экскалибур, есть, и самое главное, щит. Ммм, кстати, эмеральдовый ключ души, он крафтится супер просто. Перекроем это дурацкое озеро, а то тут появляются всякие ариксы. Чё надо, пошёл отсюда. Кликать вблизи, понятное дело, не буду, сначала отойдём, и 3, да госп... Что вам надо, ребята, ну отстаньте! Дорого и сердито, надеюсь, поможет. Всё, вот теперь я точно готов. 3, 2, 1. А? А? А, господи, наверное, лучше бежать, ребята! Я не понимаю, он мне должен был что-то сказать или нет? Стены, мать их, стены! А, он ещё не заспавнился, судя по всему, потому что строится арена. Прорисовку поставим на побольше, потому что мы видим, прогружать надо много. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, он появляется! Я думаю, мне надо сразу сделать тебе небольшое убежище. И, кстати, надо убрать частицы от ломания блоков, чтобы не лагало. Эй, ну чё там? Ты появишься? Сколько ждать? Подожди! Ммм, я когда перекрывал озёра, совсем забыл. Поставил мирную сложность. Блин! Рома-рома, вот это да! Мне сейчас надо будет сделать вторую такую арену. Ё-перный театр! Заново всех поубивали, построили, сложность проверили и... Вот, всё-всё-всё, ребят, сейчас не будет никакой проблемы. Три, два, один! О, всё, валим-валим-валим-валим-валим! Меняется местность! Ой, что-то сказали. Музыка началась, серьёзно? А почему раньше не было? А-а-а-а? Не понятно. Стены пока что не построены. Ну, в какой-то степени так даже лучше. Я могу типа сбежать. А-а-а, я сбежал! Блин! Я-я вышел за границы! Что это такое? Аризавр, зачем ты горишь? Давай я тебя лучше спасу. Иди отсюда. Всё. И, конечно же, мне придётся копать. Куда без этого? Тёмный роговар. Не-не-не, я его буду лучше называть роговартом, потому что так звучит. Фаза первая. Чё-то немножечко стремновато. Сколько у него хп? Там, три-четыре полоски. Э-э-эм. Ну ладно, чуть-чуть побольше. Не-не-не, к тебе не подойду. Даже не мечтай. Ёперный театр. Подожди, а лук-то я взял? Лук, лук, лук. Пожалуйста, божественный лук. Ну, понятное дело, я же Рома, блин. Я просто не могу что-то не забыть. Сейчас вот какой мой план. Я, наверное, поставлю туда Иуду. Ааа, он не летит так далеко. Ой, его суператака. Она реально мне нормально так сносит. При всём при этом, это я далеко от эпицентра. Но в то же время, смотрите, очень много я доджу. Ну, то есть уклоняюсь. Вон сколько надписей. Обалдеть. Как говорится, спасибо ангельской статуе. Ё-моё. Да, я очень много уклоняюсь. И давайте мы кинем сейчас Иуду, которая всё равно не дотягивается. Ой, ребята, вас слишком много. Не замечаете? Ай-яй-яй, какие-то жители непонятные. В общем, всё, на таран. Тупо на таран. Начинаем его мочарить. 8000 хп. Я его хрен убью, мне кажется. Но я всё равно тупо бью. Чувак, когда ты перейдёшь во вторую фазу, я хочу, чтобы у тебя атаки стали могущественнее, сильнее, божественнее и так далее. Ох, это жесть какая-то. В основном ты дерёшься не с боссом, а с лагами. Подожди, что? Он прорегенерировал, и снова первая фаза? Чего? А, не, всё нормально. Короче, давайте я проведу небольшое... Осталось совсем немножко, смотрите. Давай, давай. Есть. Получилось. Мы его убили. Мы убили его. И он просто исчез. Серьёзно? Вы издеваетесь? Он просто исчез? А, нет, что-то происходит. Давайте прорисовку снова поставим побольше. Нет, показалось, ничего не происходит. Разработчики, вы издеваетесь? По правде ничего не выпало? Или у меня тупо глюкануло? Ну не может же быть такого. Скорее всего, я бы проиграл в этой битве, если бы не уклонение. Вы посмотрите, они до сих пор идут, хотя драка давным-давно закончилась. Настолько часто меня били. Так что все те люди, которые писали про бесполезность мода на ангельскую статую, были неправы. Меня правда это спасало. Да что уж тут говорить, вы и сами видели то, что иногда он пробивал меня. Но уклонения все решали. И быстрая регенерация. 8000 хп. И представляете, с помощью меча космоса я бы его убил по идее за один удар. Если верить описанию, бесконечный урон. После такого надо бы поспать. Аааа, приснился сон, будто бы забыл рассказать об Асмодеусе, которого в этом моде зовут Асмодей. Известен своим мастерством в организации вторжений демонов, по сравнению с которыми даже раховард иногда оказывается не столь внушителен. Даже не представляю, что меня ждет, когда я буду драться с ним. Ну, кстати, завод. Помните, тут два карьера? Так вот, один я убрал на серию, а второй без серии. Потому что понял, это бесполезная хрень, которая тратит кучу фпс. Нейтрониум тоже больше не делается, потому что один стак стоит всего лишь 2 миллиона 600 тысяч. Понимаете, алмазы стоят дороже, которые, кстати, вместе с изумрудами копаются на урам. И сейчас уже 2 миллиарда до следующего слитка. И еще кое-что. Тот самый лук, который забыл взять. На этот раз я с ним не расстанусь. Пока мы дрались с боссами, мини-боссами и так далее, ребята, представляете, у нас уже девятый уровень в ангельских скиллах, и я могу прокачать уклонение, что, в принципе, я и делаю. Остается 132 экспириенса, и будет десятый уровень. Погнали. Проходит около 5 минут, и все получилось. Мне даже один раз пришлось поспать. Иии, что же мы прокачаем? Дабл страйк? Вряд ли. Зил, что это такое? Пожалуй, возьму. И, скорее всего, это спелл. Дает плюс 25 двойного удара, что... непонятно. Но, по крайней мере, я хочу это заюзать. Причем сразу приплюсовал щиты, и пойдем проверим. Просто кого-нибудь ударим. 25 какого-то двойного удара. Может быть, это типа 25% к... Как это называется? Шансу удара. Здравствуйте, зомби. И, вау, сразу первый удар дабл страйк. Второй удар дабл страйк. Походу, это работает. Круто. Таким образом, можно прокачиваться быстрее. Эй, вы что, думали я забыл о своем бунтаре драконе? Ничего подобного. Я, наконец-то, готов дать ему кличку. В комментариях было огромное количество предложений. Спарки, дымок, искра и так далее. Но мне запал один комментарий, который, блин, я сейчас не покажу, но я его помню. Там написано было что-то типа «Отдай дань уважения всем драконам и назови хотя бы одного кексик». Потому что у меня изначально во всех сезонах драконы звались кексиками. Получается так то, что сезон, который, по сути, немного нацелен на драконов, не имеет кексика. Как так? Короче говоря, давайте мы это все введем. И здравствуйте. Хотя не, рано сказал. Раз, два, три. Здравствуйте. Самый эксклюзивный, самый редкий, самый защищенный и, конечно же, самый молодой. Приветствую тебя на наших просторах. На такой прекрасной ноте я буду постепенно заканчивать. Огромное спасибо всем тем, кто оставляет помощь в комментариях и оценки под роликами. Это реально очень мотивирует. И самое главное, вы каждый раз бьете рекорды, как вы это делаете? Такое чувство, что приходят люди, которые такие «О, вот сейчас надо побить рекорд, сделаем это». А потом на следующем ролике еще приходят люди и такие «Ммм, надо побить еще рекорд». Ладно, не буду заговариваться, просто благодарствую. И если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами Блоу Ложка и Кексик. Всем удачи, всем пока, 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 пока.